В аэропорту Шереметьево встретили наших чемпионов мира по футболу. В Польше красноярские воспитанники детских домов обыграли команды из 27 стран и стали лучшими на планете. Практически утрапа их окружили журналисты, свет софитов, объективы камеры, полчища микрофонов. Смутили героев, однако они все-таки рассказали о чемпионате. Мальчишки успели посмотреть Варшаву, но уже после турнира между играми они восстанавливались для новых матчей. Говорят в один голос, футбол для них это жизнь. Они тренируются каждый день без выходных. Хотят сделать спортивную карьеру сначала в России, а потом уже и за рубежом. Равняются на Жеру и Месси. Игроки национальной сборной не являются их кумирами. Много денег плачет. Если бы выиграли, то о них бы никто ничего не сказал. А вы думаете, много денег, да? Есть за что? Мне кажется, нет. Лучше бы строили спортивные площадки, как выделяли больше денег в детский спорт, выкладывали. Но они не такие гарнары, как им. Они не заслуживают этого. Надеюсь, конечно, что игроки национальной сборной сейчас смотрят эфир лайф и делают это. Ну а вот эти молодые футболисты сообщили. Их секрет сплоченности, дружбе и поддержки болельщиков. Впереди у ребят небольшие каникулы, а потом снова напряженные тренировки. Их наставники рассказали, что уровень ребят – это работа многих лет. В Красноярске игроков из клуба «Тотем» ждет встречи с губернатором края. На их страницах в соцсетях десятки восторженных комментариев. В общем, имена этих мальчишек стоит хорошенько запомнить. Истории героев узнала Анастасия Тимоничева. АПЛОДИСМЕНТЫ 24 июля. Стадион «Легия» Варшава. Зрители приветствуют сборную России. Некоторые стоя. На пьедестале 10 игроков красноярского клуба «Тотем». Младшему из них 12, старшему 16. Они скромно благодарят за поздравления по-взрослому, соблюдая спортивный этикет. Но после заветной фразы «Первое место. Россия» видна их искренняя детская радость. АПЛОДИСМЕНТЫ Так закончился чемпионат мира по футболу среди команд детских домов. Победители – ребята из малоимущих и неблагополучных семей. Спор для них – единственная возможность забыть о своих недетских проблемах. Этот чемпионат стал рекордным по числу участников. Почти 30 клубов со всех континентов. В финале наши футболисты встретились с французами. После основного времени на табло 1-1. Судьбу золота решила серия пенальти. Красноярцы реализуют все четыре попытки. Очередь соперников и решающая ошибка. Дух победителей в этих футболистах зародился еще в 2014-м. Тогда они впервые выиграли чемпионат мира. Плюс ребята – действующие чемпионы Европы среди команд детских домов и интернатов. В тотеме знают, что в спорте, кроме первого места, других не существует. Но побеждать всегда не под силу даже грандам мирового футбола. С чемпионами постоянно быть. Тоже, как бы говорится, с другими детьми надо делиться. Клуб «Тотем» основан в 2005 году на базе Красноярского детского дома номер один. Для воспитанников слово «футбол» там практически волшебное. Уже несколько лет в городе рассказывают об успехах команды. Например, как шесть лет назад футболисты поехали в Лондон за победу в одном из турниров. Были на матче «Арсеналы» и встретились с Андреем Аршавиным. Там были в битных местах, в одеяле замотаны. Ну, как бы лучше, чем в телевизоре. Ну, зрители кричат. Для ребят из детского дома подобные истории стали сильным мотиватором. У нынешних чемпионов мира есть личные подвиги. Чтобы попасть в основной состав, некоторые отказались от прежнего образа жизни. Попрощались с алкоголем. Капитан команды, 16-летний Паша, честно рассказывает о своих первых тренировках. Сильно задыхался, потому что много курил. Отставать было, как говорится, не по понятиям. Курить бросил и начал больше бегать. Давайте на финиш. И первая команда. В одном из первых интервью после победы тренер «Тотема» Сергей Горбунов говорил, что отстаивал честь всей России. Перед отъездом в Польшу Горбунов встретился с нашими известными тренерами. Леонид Слуцкий посоветовал не повторить ошибок российской сборной. А Валерий Газаев дал очень простое, но такое актуальное сейчас напутствие. Давайте, ребята, за Россию, за страну. И справились, подарив надежду на то, что лучшие голы российских футболистов еще впереди. Анастасия Тимоничева, Лайф. Надеюсь, вы услышали, после чего ребята начали выигрывать. Они изменили образ жизни, перестали пить и курить. Вот бы и наши футболисты то же самое сделали бы. Спасибо. Продолжение следует...